Добрый вечер в эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азад Жумаханов и сурдоперевод обеспечивает Мара Джумабеков. Смотрите сегодня. За качество в приоритете. За реализацией дорожной карты занятости следят специальные мониторинговые группы. Суд закрыт. Все ушли на карантин. Коронавирус выявлен среди сотрудников областного суда. Поющий Капшигай. В городе усилены карантинные меры, а народ поет. Конструктивный диалог. В разгар пандемии коронавируса Казахстан остро нуждается в восстановлении деловой активности сферы бизнеса и предпринимательства. Этому вопросу правительством и Национальной палаты предпринимателей Атамикен уделяется особое внимание. Так сегодня в селекторном режиме деловые граждане из семи регионов страны рассказали премьер-министру Оскару Мамину о нуждах в сфере бизнеса и о мерах, внедряемых для стимулирования экономики. Высказались и предприниматели Алматинской области. В частности, затронули вопросы внесения изменений в кредитную политику финансовых институтов и снижения требований по обеспечению кредитного залога. Ни одна просьба не останется неуслышанной, заявили в кулуарах правительства. И в ближайшее время будут конкретные шаги для поддержки сферы экономики и бизнеса. И в продолжении темы. Более 15 тысяч предпринимателей Алматинской области приостановили свою деятельность в период карантина. Еще почти 10 тысяч человек. Сократилось число работающих на частных предприятиях. По данным экспертов, пандемия в основном сказалась на таких сферах, как торговля, общественное питание и оказание различных услуг населению. Как восстанавливается бизнес и какую помощь предпринимателям на данном этапе оказывает государство, смотрите далее. Свыше 90 предприятий общественного питания были вынуждены приостановить свою деятельность из-за пандемии коронавируса. Местный ресторатор Даурен Толипов консервировать свое дело не стал и работал на доставках. Несмотря на это, по его подсчетам, сумма ущерба, нанесенного его бизнесу, превысила отметку в 6 миллионов тенге. Он считает, что выкарабкаться из сложной ситуации возможно, но для этого нужна поддержка государства. На самом деле, как и другие предприниматели, мы понесли большие, можно сказать, убытки. Накопили определенные долги по коммунальным платежам, у нас накопились большие долги по кредитам. Было бы хорошо, если какие-то дополнительные условия были созданы. Посетовал Толипов и на долги по налоговым обязательствам, которые также необходимо погашать в ближайшее время. Как отмечает руководство НПП «Атамикен», представляющее интересы бизнес-сообщества, данный вопрос у них на контроле и сейчас рассматривается на республиканском уровне. Согласно обращению поступивших от предпринимателей нашей области, мы направили список проблемных вопросов в центральный аппарат для дальнейшей проработки его на уровне министерств. Вопрос, который поднимался также предпринимателями касательно нагрузки налоговой на сектор пищевой промышленности, на сектор обрабатывающей промышленности, будет рассматриваться индивидуально, так как это будет зависеть от специфики и вообще период его работы. Как утверждают представители палаты предпринимателей, в основной массе также пострадала и сфера услуг. Ельбол Сапаров – один из тех, кто работал в этом направлении. Свой салон стартаповец открыл буквально два года назад. Дела понемногу шли, и предприниматель рассчитывал наконец-то выйти в плюс. Но коррективы внес коронавирус. Теперь, по словам новичка, придется свой бизнес раскручивать заново. Мы сколько времени потратили на маркетинг, на рекламу сколько. Сейчас вот это все восстанавливаем. Минимум нужно шесть месяцев. Поэтому хотел попросить помощи у государства, чтобы снизили процентные ставки на аккредитование. Проценты будут снижены. В Алматинской области в целях минимизации негативных последствий карантина по поручению первого руководителя разработана региональная программа финансирования субъектов малого и среднего бизнеса ЖТСУ. В ее рамках из местного бюджета и из фонда развития предпринимательства ДАМУ выделен 1 миллиард тенге. Данная сумма будет выдаваться бизнесменам через банки второго уровня под 7% годовых для инвестиционных целей, пополнения оборотных средств и рефинансирования кредитов прошлого периода. Максимальная сумма для одного субъекта предпринимательства составит 150 миллионов тенге. Айнур Мирхан, Вануржан Муканов, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. 10 миллиардов тенге выделено на развитие Талдыкургана в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости». На эти средства будут отремонтированы 38 объектов, а специальная мониторинговая группа будет следить за качеством и целевым расходованием бюджетных денег. За 45 лет существования Мойнакской школы номер 23 – это первый капремонт. Потому замене подлежит всё – инженерной коммуникации, кровля, окна, двери и многое другое. Из 43 специалистов и рабочих, задействованных в реконструкции объекта, половина – трудоустроенность через центр занятости Талдыкургана. Сейчас идёт капитальный ремонт, стен демонтаж полностью завершили. Работы стартовали в мае и планируем сдать в эксплуатацию объект в декабре этого года. Без срывов идут работы и в средней школе номер 21 – села Утюнай. Образовательное учреждение рассчитано на 1200 мест. До ноября намерены завершить начатое 88 человек, половина из которых трудоустроена также через центр занятости. Однако этого, по мнению Акима города, недостаточно. Объём большой. Чтобы успеть завершить работы в срок, Галанджан Авдраимов поручил увеличить число рабочих до 110. С завершением отопительного сезона ответственные лица приступили к реконструкции Талдыкурганской котельной номер один. Она переводится на природный газ. Это позволит значительно уменьшить вредные выбросы в атмосферу. К началу нового отопительного сезона объект будет полностью готов. Над этим трудятся 40 человек. Также 15 человек задействованы в благоустройстве 14 дворов Талдыкургана. Проводят орычную сеть, красят скамейки, приводят в порядок зелёные насаждения. И что важно, обязательно советуются с жильцами. В числе 38 объектов, внесённых в дорожную карту занятости, также автодороги Талдыкургана. Сейчас проводится средний ремонт нижней части улицы Абая. Задействованы в работе 12 человек. Обещают завершить в октябре. На сегодняшний день предусмотрено 38 объектов. Из них 33 объекта через городской и 5 объектов через областное управление строительства. Из 38 объектов на сегодняшний день начаты строительно-монтажные работы в 37 объектах. Именно на 33 объекта в городе по ДКЗ выделено 9,8 миллиардов тенге. Работа сегодня продолжается. У нас три мониторинговые группы. Все объекты, реализуемые в рамках ДКЗ, находятся на постоянном контроле. Систематически проводятся рейды специальной мониторинговой группы. В её составе городоначальник, депутаты областного и городского масляхатов, общественники. Они следят за качеством работ, целевым расходованием бюджетных денег и тем, чтобы трудоустраивались в основном оставшиеся без работы. 57% из них заново трудоустроены. Остальные будут задействованы уже в скором времени, отмечают специалисты. К сведению толкурганцев и всех жителей страны, административный центр Алматинской области вырос в три раза. Теперь его площадь официально составляет 400 квадратных километров. Для сравнения, площадь Алматы – 682 квадратных километра. Существенно изменилась и демографическая ситуация. Наши корреспонденты, проводя это исследование, для сравнения взяли период возвращения городу статуса областного центра. Указ о присвоении толкургану статуса областного центра стал переломным событием для города, вспоминает почетный архитектор Казахстана Кабиб Аулыков. Это решение стало стартом для масштабной реконструкции. Началось восстановление полуразрушенных зданий города, строительство и ремонт дорог, ожило, сельское хозяйство и промышленное производство. Этот процесс занял порядка трех лет, рассказывает почетный гражданин Алматинской области. Один из тех объектов, можно сказать, вот это обширитие университета ЖИТСУ. Тогда вот ни окон, ни дверей, ничего не было, даже крыши были не было. Все приходилось заново обновлять, реконструкции делать. Таких объектов в городе очень много. Ну, приведены в порядок не только жилье, и социальные объекты тоже. Начиная от Акимата, города, Акимата в области, полностью в городе занимались восстановительные работы. Строительных бригад очень много было, очень много компаний приехало сюда. Талдыкурган стал одной огромной стройплощадкой. Кирпичик за кирпичиком возводились многоэтажки. За счет активной застройки выросли новые микрорайоны. Это Каратал, Новый Каратал, Булашак и Коктем. С 2001 года по сегодняшний день введено в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров жилья. В данный момент идет закладка микрорайона Берлик. Уже обживается коттеджный городок. Расширились как восточные, так и западные границы населенного пункта. Сейчас площадь города составляет 400 квадратных метров. Это в три раза больше по сравнению с тем, когда Талдыкурган был административным центром одноименной области. Вся эта динамика положительно отразилась и на демографии. 176 тысяч горожан сейчас. Это в полтора раза больше по сравнению с 2001 годом. С ростом численности населения увеличились и поступления в местную казну. Поступление в бюджет увеличилось с 1,2 миллиарда тенге в 2001 году до 36 миллиардов тенге в 2019 году. Если так взять, увеличилось на 43 раза. Еще по расходной части, если сказать, за 2019 год составило 42 миллиарда тенге против 1 миллиарда тенге в 2001 году. На текущий год расходная часть бюджета утверждена в сумме 70 миллиардов тенге. Одним из главных направлений расходной части бюджета является сфера образования. Если в 2001 году сфера образования была направлена на 0,3 миллиарда тенге, то в 2019 году этот показатель увеличился в 42 раза и составило 12,6 миллиардов тенге. Большую роль в развитии дошкольного образования и воспитании маленьких талдурганцев сыграла программа развития государственно-частного партнерства. И сегодня в городе уже 94% детей посещают дошкольные учреждения. Строятся новые школы, объекты массового отдыха и культуры. А с открытием нового театра жители и гости областного центра смогли увидеть постановки не только местных артистов, но и крупнейших театров республики и стран СНГ. Становление талдургана областным центром – это большая радость для всех жителей. За эти годы город стал краше, современнее. Появились новые места отдыха, парки, аллеи. Меня, как человека сферы культуры, радует, что имеются специальные площадки для работ творческих коллективов. Я считаю, что талдурган – один из лучших городов для жизни. Статус областного центра талдургана существенно сказался и на инвестиционном климате города. Благоприятно созданная среда стала привлекательной как для отечественных, так и иностранных бизнесменов. Специально для реализации масштабных проектов в областном центре создана индустриальная зона. В 2019 году объем инвестиций составил свыше 66 миллиардов тенге. Это в 66 раз больше, чем в 2001. Основу экономики талдургана составляет промышленное производство, которое представлено 15 крупными и средними предприятиями, где на сегодняшний день работает 6 тысяч человек. Еще объем промышленного производства вырос с 5 миллиардов тенге в 2001 году до 76 миллиардов в 2019 году. Здесь надо сказать еще по работе малого и среднего бизнеса. Объем реализации товаров, работы и услуг с субъектами предпринимательства по сравнению с 2001 годом увеличился на 43,2 раза. За 2019 год составило 108 миллиардов тенге. Уже на ближайшее время намечена сдача ряда социальных объектов, которые станут визитными карточками областного центра. Крупнейшими среди них являются крытый плавательный бассейн Олимпийского стандарта и студенческое общежитие на 288 мест. Открытие этих, а также иных объектов талдурганцы ждут с нетерпением. И к теме вируса COVID-19 в Талдургане появился еще один очаг коронавируса. Информацию об этом разместили сами представители государственного органа на своей официальной странице. О ситуации на месте рассказывает мой коллега Дамир Анитов. Алматинский областной суд закрыли на карантин. Об этом сообщается на официальной страничке госучреждения в Фейсбуке. В связи с распространением коронавирусной инфекции с 8 июня по 19 июня текущего года в здании проводятся интенсивные дезинфекционные обработки очага COVID-19. Все сотрудники областного суда изолируются на 7-дневный домашний карантин. При этом работа будет вестись в онлайн-режиме. Рассмотрение судебных дел отложено на более поздние сроки. О дате и времени судебных заседаний заинтересованные лица будут извещены дополнительно. К сожалению, вести съемку внутри здания запрещено. Это связано с нормами санитарной безопасности. 6 июня в Алматинском областном суде был выявлен случай заражения коронавирусом. Согласно поручению главного санврача, мы закрыли объект на карантин 8 июня. У всех контактных лиц, а их 115, взяты анализы. У восьми подтвердился факт наличия COVID-19. Нашими людьми проводятся дезинфекционные работы. Через 7 дней мы возьмем анализы повторно. И в случае отсутствия болезни, госучреждение возобновит работу. По мнению специалистов, рост заболеваемости коронавирусной инфекции все еще имеет место из-за пренебрежения мерами безопасности населения. На сегодня по области, в Талдыкургане и Капшигая усилены карантинные меры. Это обязательная дезинфекция, социальное дистанцирование, ношение масок и ограничение времени работы ряда заведений. Однако к Капшигайцам, по всей видимости, общепринятые нормы не писаны. Рейдовая проверка выявила множество нарушений. Мониторинговая группа в составе сотрудников Акимата, полицейских и санврачей. Проверочные рейды проводят ежедневно и даже ночью, после ограничения времени деятельности у веселительных заведений. Согласно постановлению главного санврача области, работать им разрешено только до 23 часов. Однако в одном из местных караоке-клубов об этом забыли. Людей в заведении оказалось больше допустимого максимума. Соответственно, о социальной дистанции нет и речи. Да и сами посетители предельно халатно относятся к своему здоровью. На сегодняшний момент у нас идет мероприятие по выявлению санитарных норм, которые, честно говоря, многие заведения выполняют. На сегодняшний момент у вас сейчас донута с работы заведения. Так как у вас работает, мы сегодня предупреждаем, что в следующий раз при этом повторялось. Вы обездуйтесь, что с сегодняшнего дня вы сейчас исправите данную ситуацию. Хорошо? И таких нарушителей в Капшигае немало. С начала карантина за несоблюдение введенных мер к административной ответственности привлечено более 260 человек. На девятерых из них наложены солидные штрафы. Трое размещены во временные изоляторы. Остальные ограничились лишь предупреждением. Но если они повторно нарушат режим карантина, к ним будут применены более серьезные меры. Совместными мероприятиями были охвачены 12 объектов. Из них три объекта не соблюдали санитарной нормы, не носили маски, в некоторых заведениях не установлены санитайзеры. По ним были дополнительно даны разъяснительные работы и взяты объяснительные от владельцев и администраторов данных заведений. По ним будут приняты меры, согласно установленным законам. Проверки, отмечают санитарные врачи, будут продолжены. Но спрос нарушителей будет жестче. Поскольку, нарушая карантинные меры, люди подвергают опасности не только себя, но и все свое окружение. Азадж Маханов, Степан Мережко, телекомпания ЖТСУ, Капшигай. Банкноты 500 сенге старого образца выходят из обращения. После сегодняшнего дня банкноты номиналом 500 сенге образца 2006 года не будут являться законным платежным средством. Филиалы Национального банка после истечения срока приема и обмена банками второго уровня еще в течение трех лет будут принимать банкноты старого образца, а также осуществлять их замену на денежные знаки нового образца. Юная исполнительница из Казахстана Данелия Тулешева вновь покоряет США. 13-летняя певица участвует в шоу America Got Talent. Девочка исполнила песню канадской певицы Фаозия и покорела жюри своими вокальными данными. Звездные жюри и гости шоу с восторгом оценили выступления казахстанской артистки. Зал встал, чтобы поприветствовать юную певицу. Главный приз шоу – 1 миллион долларов. 15-й сезон популярного шоу стартовал 26 мая на телеканале NBC. А тем временем тюлени покусали детей в Мангистау. Это произошло во время купания. Самому старшему пострадавшему 20 лет, младшему – 6. В приемный покой Тубкараганской районной больницы двоих пациентов доставила бригада скорой медицинской помощи. Остальные трое обратились сами. Врачи диагностировали у них укусы, рану левого предплечья и правой кисти. Маленьким пациентам провели первичную хирургическую обработку и вакцину против беженства, после чего их отпустили по домам. В госпитализации необходимости не было. К новостям региона. Целую плантацию конопли накрыли полицейские Алматинской области. Стражи порядка задержали так называемого наркоагронома. Запрещенную траву выращивал у себя в огороде житель села Кабамбай Алакольского района. Выйти на след мужчины удалось в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Наркотик». Эксперты признали, что выращенный наркотик является марихуаной. В общей сложности у подозреваемого изъято 202 куста конопли. Задержанный был немало удивлен появлению полицейских. После официальных процедур он неохотно признал вину. Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе. По словам мужчины, выращивал марихуану он якобы для себя, как так с давних пор занимается ее употреблением. Ранее он уже трижды привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических веществ. Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования в соответствии со статьей 300 ч. 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотических веществ. Ведется досудебное расследование. Редактор субтитров А.Семкин не обнаружено, но только потому, что речное устье покрыто льдом. Когда лед сойдет, ситуация может измениться. Норильский комбинат может стать головной болью для экологов на многие десятилетия. Добиться перемен и справедливости в Соединенном Королевстве хотят британцы. Они массово вышли на улицы Лондона, Бристоля, Манчестера, Нотингема, Глазго и Эдинбурга. Демонстранты протестуют против расизма и полицейского произвола. Вслед за США и население Европы сколохнула смерть афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в Миннесоте из-за действий стражи порядка. Антироссийские плакаты в руках у десятков тысяч людей, многие из которых пережили свой опыт дискриминации. Нынешнее поколение британцев призывает правительство к решительным действиям против дискриминации и расизма. На борьбу с коронавирусом брошена мощь передовой суперкомпьютерной платформы. Ученые итальянской лаборатории, участницы проекта «Экста Клейд Фоков» намерены победить болезнь. Ученые стремятся идентифицировать соединения, которые способны блокировать размножение вируса в организме человека. В их распоряжении биологический архив из 500 миллиардов молекул. Специалисты надеются, что их исследования будут способствовать разработке новых эффективных препаратов против ковида в средней срочной перспективе. Это вся информация уходящего дня. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин